Руководитель ансамбля Сити Джаз Анна Поздейкина предложила ребятам не отдыхать, почвая на лаврах, а готовиться к предстоящему в июне флешмобу. И они, окрыленные успехами, на репетиции приходят полным составом – 180 человек. Многие занимаются в ансамбле со дня его создания, солируют и уже стали репетиторами-помощниками, как, например, Иван Шапаренко и Василий Козин. Нравится быть на сцене, нравится все эмоции передавать людям и слышать то, что им нравится. Мне больше для счастья ничего не надо. В Сити Джазе все влюблены в танец – волшебное сценическое действие, где языком движения, мимикой можно передать чувство и настроение. У солистки ансамбля Кристины Шпаковой был выбор – спортивная гимнастика, куда ее в раннем возрасте определили родители, или танец. Позанимавшись Сити Джаз, Кристина сделала выбор. В гимнастике, то есть, ну как бы не то, что сложнее и на танцах легче, а просто выразить себя легче, чем на гимнастике. За пять лет кропотливой работы над рисунком танца, костюмами и на репетициях созданы десятки ярких номеров, один из которых – «Кризит танго» и пленил сердца зрителей и жюри 9-й Всемирной Олимпиады в Москве в мае этого года. Это высокая награда, к которой ансамбль шел, побеждая в городских, краевых и международных конкурсах. Парижане в прошлом году, кроме первых мест на международном танцевальном конкурсе, признали анапский ансамбль Сити Джаз самым артистичным и наградили специальным призом. Танец – это безудержное ритмичное движение, так что Сити Джаз не намерен стоять на месте. Впереди много творческих планов. Впереди сольный концерт, нам юбилей, пять лет. Также мы планируем поехать на чемпионат мира, в Ризу, это будет в ноябре, сейчас мы готовимся туда. Но в первую очередь у нас, конечно, грандиозное событие. Вот мы хотим провести флешмоб, 1 июня. Останавливаться некогда.